Привет из Хургады! Я приехала отдыхать на все включено в четырехзвездочный отель Mercury. У него огромное число хороших отзывов и высокий рейтинг. Туристы часто говорят, что он даст фору многим пятеркам. Давайте посмотрим, за что его так любят и так ли он хорош на самом деле. Четырехзвездочный отель Mercury расположен на первой береговой линии в Хургаде и работает по системе все включено. Он находится в 10 километрах от аэропорта. Отель был открыт в 1995 году и изначально назывался Софитель. За долгие годы работы он пережил несколько реноваций и сменил имя. Несмотря на солидный возраст, отель не выглядит старым. Он оформлен в чудесном марокканском стиле. Я очень люблю восточные мотивы в интерьере. А вам нравится такой стиль? Отель Mercury состоит из аккуратных белоснежных домиков, которые распределились на просторной зеленой территории. При этом все они находятся близко к морю. Официальное заселение в отель начинается в 2 часа. Я приехала в 9 утра, и меня сразу заселили. За это большой плюс отелю. Но браслет мне пока не дали, потому что завтрак мне еще не положен. В Египте вообще это очень часто встречается. Обычно заранее туристов не кормят. А вот в Турции, например, первым делом заботятся о том, чтобы гости сразу поели. Во сколько бы ты ни приехал, чаще всего тебя сразу отправляют покушать, а уже потом думают, куда тебя поселить. Ну а сейчас давайте посмотрим мой номер. Я бронировала стандарт, а мне дали семейный. На входе стоит шкаф. Это отделение с вешалками. Вот тут полочки. Тут есть бесплатный сейф, а вот халатов и тапочек нет. С этой стороны ванная комната. Ее посмотрим чуть позже. Вот тут столик. На нем стоит чайник и набор для приготовления чая и кофе. Написано, что он пополняется один раз при заезде. Вот здесь мини-бар. Давайте в него заглянем. Тут у нас очень скромненько одна бутылочка воды в семейном-то номере. Мне кажется, что воды еще принесут, потому что вряд ли на воду тут скупятся. Посмотрите, какой хороший у меня номер, какой он просторный. Здесь большая кровать. Видно, что белье очень белое, чистое. Тут все хорошо. Сама мебель не новая. Наверное, она здесь еще со времен Софителя. Отель когда-то был Софителем. Но видно, что здесь был косметический ремонт. Кое-что покрасили, привели в порядок. То есть находиться здесь очень приятно. Все очень чистенькое, такое свежее, несмотря на то, что мебель старая. Вот здесь такой диванчик стоит, а напротив телевизор. Он современный и довольно большой. Вот здесь такой длинный стол, и в него прячется вот такое зеркало. Рядом есть стульчик. Здесь еще один стул с зеркалом. Вообще номер для тех, кто очень любит себя, кто любит посидеть перед зеркалом и прихорошиться. А вот эта дверь ведет в детскую комнату. В основной комнате есть кондиционер, и в детской тоже есть кондиционер. Здесь вот такая двухъярусная кровать, столик и телевизор. Детская комната, конечно, небольшая, но зато это отдельная зона, и дверь вот тут закрывается. А сейчас давайте сходим на балкон. Балкон тут хороший, такой очень большой. Тут зона отдыха, сушилки для белья нет, а вид у меня во двор. Он такой зеленый, тут поют птички. Вообще очень тихо, спокойно. Ванная комната просторная. Вообще, она производит хорошее впечатление. Видно, что тут тоже был какой-то ремонт. Никакой плесени, все очень чистое, сантехника хорошая. Здесь есть фен, два зеркала. Из гигиенических принадлежностей тут шампунь и гель для душа. Душевая кабина тут просторная. Полотенце видно, что чистенькие, беленькие. Бесплатный Wi-Fi есть только на ресепшн. В номере интернета нет. Но в целом номер производит на меня хорошее впечатление. Мне он понравился. Напишите в комментариях, как он вам. Как вы считаете, хороший это номер для четырехзвездочного отеля или нет. Шумоизоляция в номере оказалась хорошей. Я слышала только звуки из коридора, а вот соседей ни разу. Вы часто спрашиваете, как я сейчас бронирую отели, когда популярные сервисы для бронирования ушли из России. Все просто, я пользуюсь российскими сервисами. Это очень удобно. И самое главное, что оплачивать проживание в отелях можно рублями. Этот отель я бронировала через приложение One to Trip. Думаю, что многие из вас о нем слышали, многие им пользуются. Это популярный российский сервис для бронирования проживания в отелях, авиабилетов, билетов на поезда и экскурсий. За каждую поездку в этом приложении дают бонусы. Они называются TripCoin. Один TripCoin равен 1 рублю. Эти бонусы можно использовать для оплаты последующих поездок. У меня этих бонусов накопилось довольно много, поэтому я решила, что пора их наконец-то потратить. И как раз при бронировании я их и использовала. В приложении очень хороший выбор отелей, в том числе и за границей. Вот, например, в Хургаде есть все самые популярные отели. Я ставлю галочку с возможностью оплатить отель не на месте, а онлайн, чтобы оплачивать его за рубли. И смотрю, какие есть предложения. Тут можно полистать фотографии, почитать описание отелей, посмотреть отзывы, выбрать категорию номера и так далее. В общем, все как на любом популярном сервисе по бронированию отелей. Тут же видно, какая сумма будет к оплате и сколько бонусов я получу. Чтобы получать больше бонусов, можно оформить тревел-карту от One to Trip. Это виртуальная карта, которая оформляется за одну минуту онлайн. В банк идти не нужно. И по ней можно получать до 15% кэшбэка. Причем обслуживание у карты бесплатное. Переходите по ссылке в описании под этим видео, скачивайте приложение и пользуйтесь. Я уверена, что вам понравится! Прогуляемся по территории отеля Mercury. Обратите внимание на детали – деревянные беседки, восточные узоры и аккуратные белоснежные арки. Здесь можно сделать много красивых фотографий. Из развлечений на территории отеля есть футбол, теннис и мини-гольф. Для детей работает несколько небольших игровых площадок и мини-клуб, в котором проводят интересные занятия. Также на территории есть бесплатный спортзал и три бассейна. Два из них уединенные. Во время моего отдыха тут всегда было тихо и спокойно. К центральному бассейну примыкает детская зона. Она подогревается в холодное время года. Рядом с каждым бассейном работают бары с напитками. Большинство гостей отеля Mercury отдыхает по концепции «все включено». Но некоторые туристы купили на ультра «все включено». У них есть возможность посещать так называемый ультрабар, где предлагают закуски, фрукты и премиальный местный алкоголь. Я отдыхала по обычной концепции all-inclusive. В барах гостям предлагают безалкогольные напитки, алкоголь местного производства и коктейли. А в качестве промежуточного питания – фастфуд и мороженое. А еще здесь работают хорошие сувенирные лавки с традиционными египетскими товарами. С каждым новым видео на моем канале все больше подписчиков, а каждый ролик набирает все больше лайков и комментариев. Я хочу сказать вам огромное спасибо за такую поддержку. Знаете, что каждая ваша реакция очень важна для меня и очень меня радует. Анимация в отеле Меркури оказалась разнообразной. В течение дня тут проходят различные игры и занятия. После заката отель выглядит особенно волшебно. Эти марокканские мотивы в интерьере переносят вас в восточную сказку. После ужина аниматоры развлекают детей на мини-диско. А взрослые обычно гуляют или наслаждаются живой музыкой возле бара. Также ежедневно тут проходят шоу и дискотеки. Чем кормят в отеле Меркури на все включено? Давайте посмотрим, что предлагают в ресторане на шведском столе. Сначала я покажу вам завтрак. По утрам в отеле Меркури всегда жарят омлеты и предлагают стандартные для завтрака блюда – каши, тосты, выпечку, овощи, яйца и т.д. Всегда есть свежие овощи, что-то для бутербродов, а также йогурты и сухие завтраки. Мне понравилось, что в любое время в ресторане есть уголок с блюдами традиционной египетской кухни. Это отличный шанс попробовать что-то новое. И, конечно, какой завтрак без аппетитных блинчиков и теплых круассанов. Тут позаботились и о диетическом питании. Выбор хоть и небольшой, но он все же есть. Выбор булочек, конечно, впечатляет больше. Я отдыхаю в апреле. Ассортимент фруктов для этого месяца тут неплохой. Из напитков предлагаю чай, кофе, сок и лимонад. Теперь посмотрим обед. Отмечу, что в ресторане нет очередей, а на табличках есть названия на русском языке. Повара работают быстро и вовремя приносят новые порции еды. Из основных блюд тут всегда был один вид мяса, один вид птицы и рыба. Гарниры как стандартные, так и необычные. Вы и сами видите, что выбор еды на шведском столе хороший, но все же не слишком большой. Зато каждое блюдо приготовлено на совесть. Заметно, что тут не экономят на продуктах. Еда тут действительно вкусная. Для детей в ресторане есть отдельная зона с маленькими столиками и низкой линией раздачи. Заметила, что отель заботится об экологии. Во всех уличных барах не пластиковые, а бумажные стаканчики. А в ресторанах и номерах посуда стеклянная. И мусор тут сортируют. Два раза в неделю в отеле «Меркури» проводят тематические ужины. В остальное время на шведском столе предлагают блюда международной кухни. По вечерам выбор еды чуть больше, чем на обеде. И обычно есть главное блюдо, за которым может выстроиться небольшая очередь. Но она движется быстро, потому что повара тут расторопные. К питанию у меня вообще нет претензий. В некоторых пятизвездочных отелях Египта кормят скромнее. В «Меркури» шведский стол не шикарный, но уж точно достойный. У меня вопрос только к напиткам. Во время обеда и ужина официанты разносят только вино. Безалкогольные напитки гости наливают сами. А вот ради бокала пива, например, нужно выйти из ресторана и пойти в бар главного здания. Не очень удобно. В остальном, я уверена, многие останутся довольны шведским столом. А еще тут есть рестораны а-ля карт – восточный, рыбный и итальянский. Отель «Меркури» расположен на первой береговой линии Красного моря. Давайте посмотрим, какой тут пляж. Отель «Меркури» расположен в бухте. Сегодня такой ветреный день, но при этом ветер сильно не ощущается, и волн особых нет. Здесь очень хороший заход в море. Он такой плавный и глубоко становится достаточно быстро, и не нужно полчаса идти, как, например, в других соседних отелях. Лежаки тут деревянные, на них лежат мягкие матрасы. Полотенца можно менять бесплатно каждый день. Еще тут есть вот такие заграждалки от ветра и деревянные зонтики. На пляже работает бар. Тут есть души, кабинки для переодевания, игровые площадки. В общем, он классно оборудован. А еще тут очень приятный песочек. Он такой мягкий и комфортный. Море тут очень чистое, а цвет воды просто потрясающий. На пляже работает центр водного спорта. Из бесплатных развлечений – волейбол, футбол, зарядка с аниматорами и уроки танцев. У отеля есть небольшой коралловый риф. Тут можно поплавать с маской и полюбоваться цветными рыбками. При этом для входа в море с основной части пляжа не нужна специальная обувь. Дно тут песчаное и безопасное. Я отлично отдохнула в отеле «Меркури» и согласна с туристами, которые пишут, что он обходит некоторые пятизвездочные отели в Хургаде. Мне понравилось, что этот отель не экономит на комфорте гостей. А еще он заботится об экологии и вообще здесь очень красиво и ухоженно. Да, отель немножко старенький – это видно. И, возможно, детям здесь будет скучновато, потому что здесь нет горок. А вот для отдыха вдвоем я однозначно рекомендую этот отель. Особых минусов я тут не нашла. Напишите в комментариях, понравился ли этот отель вам? Хотелось бы вам тут отдохнуть или нет? Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только!